По данным Министерства обороны Украины, с 24 февраля российская армия потеряла убитыми свыше 32 тысяч солдат. В Российском министерстве обороны сначала заявляли об отсутствии потерь, а потом подтвердили гибель 1351 военнослужащего. Минобороны Великобритании оценивает российские потери в 15 тысяч человек. Что касается украинских военных, то по оценке советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, с начала боевых действий их погибло до 10 тысяч. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, потери в ВСУ составляют до 100 военнослужащих убитыми в день. Аналитик из Института по изучению войны Джордж Баррес отмечает, подсчитать потери среди личного состава можно только на поле боя после сражения. Единственный надежный способ узнать о потерях – это подсчитать количество тел и жетонов после боя. Предположение можно также сделать, исходя из числа уничтоженных единиц техники, но цифра не будет точной. Скажем, вы уничтожили БТР или БМП, и вы знаете, что там могло потенциально находиться до 8 человек. Что если в нем был только водитель и командир, а вся пехота находилась в другом месте? Как правило, глядя на эти цифры, которые предоставляются украинским правительством или российским, мы сопоставляем данные наших источников, сравниваем заявления украинской стороны с российской, а также сравниваем с заявлениями НАТО, данными американской разведки. И я готов поверить, что любая цифра, которую украинцы приводят о потерях российской армии, как правило, примерно в 2-3 раза меньше. Потери России выше в 2-3 раза от официального заявленного количества. Глава правления Украинского Милитарного Центра Тарас Чмут отмечает, что занижение своих потерь и завышение потерь противника – обычная практика во время войны. Украинские власти не называют точную цифру своих потерь, поскольку в условиях войны это приводит к деморализации населения и армии. И если мы хотим победить, мы должны думать стратегически, а не эмоционально. По этой причине цифры потерь не стоит разглашать до стабилизации ситуации или победы. Россия скрывает свои потери, поскольку является закрытой страной и не готова демонстрировать ни миру, ни себе свое поражение в Украине. И те сотни и тысячи солдат, которые она потеряла, поскольку это будет серьезным дестабилизирующим фактором. О больших потерях рассказывают сами российские солдаты. Об этом свидетельствуют перехваты телефонных разговоров украинских спецслужб. В 58-й армии вообще там ничего не осталось. Там вообще она считалась, типа, самая тяжелая армия. Самая тяжелая армия в Южном военном округе. По итогу от нее не осталось практически ничего. Валера, вот этот Бакин есть. Он, короче, в 58-й армии служил. У него в роте ни одного человека живого нет. Ни одного всех, короче, ползавали. Всю роту. И так много херни. У нас там тоже, типа, есть роты, где осталось три человека, четыре человека. Говорит, там целая, ну, короче, там некуда влажать. Валка. Короче, я тебя в общем не люблю. Валка. Высотой человеческий рот. Еще один яркий пример – судьба матросов потопленного крейсера Москва. Родители не могут найти своих детей. На членов семей российские власти оказывают давление. По словам Дмитрия Шкребца, чей сын пропал без вести, к нему пришли люди из серьезного ведомства и забрали его ноутбук на экспертизу. Мать еще одного матроса с крейсера Москва Марка Тарасова Ульяна сообщила о его исчезновении ВКонтакте. Российское министерство обороны утверждает, что весь экипаж корабля был эвакуирован после детонации боеприпасов и обширного пожара. Сколько всего человек было на борту, не сообщается. Экипаж ракетного крейсера, по разным данным, мог составлять приблизительно от 500 до 700 человек. Александр Яневский. Настоящее время. Америка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok